Привет, это Слайм Ранчер, мы находимся на моем ранчо, где я скрестил в прошлой серии медово-порхающих ларга. В клиентреке писали, а где же порхающий, а где же порхающий? Да вот, видимо, ты чего-то пропустил, чувачок, который писал этот комментарий. Вот они, порхающие, они у нас здесь вот наслаждаются прекрасной погодой, янтарными деревьями, янтарной травой. Ой, как им тут хорошо. Пойду сейчас еще... О, а ты... А-а-а, я же тебя отсюда выкинул. Ну ладно, дружок, ладно, 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 иди в загоне. Че ты тут один будешь бегать? Будешь с сородичами сидеть. Вот, кушайте. Пойду, посмотрю, че там с водяными. Мне в комментариях написали, типа, водяных нужно хранить все-таки в искусственном пруду, потому что плорты могут исчезать из естественного. Но, как мы видим, плорты здесь, никуда они не деваются и в большом количестве, поэтому бояться нечего. Их можно здесь оставлять, пускай живут свободной жизнью. Я тут еще подумал, подумал. Надо бы тогда уже все участки купить. Че уж, последний остался. Так что покупаем, посмотрим, что там у нас. Как он называется у нас? Арочная терраса. Куча арок, поэтому он так, видимо, называется. Да, сейчас посмотрим. Пока что мы только одну арку пробежали, но... А, вот оно. Вот про что имели в виду. Очень круто, обалденно, просто цикавно, я бы сказал. Ну, зачетный видок, зачетный. Здесь надо элитных слаймов размещать. Это, знаешь, элитные апартаменты для проживания элитных слаймов. Я, правда, не знаю, какие слаймы элитные, какие нет. Еще сам не решил. Блин, ну круто, круто. Очень здорово. Может, тут жучок какой-то запрятался? Да, есть жучок. Ну, давай, почитаем. Что расскажешь? Когда это произошло, паника бросила меня из стороны в сторону по оранжереи. В голове крутились мысли о том, что же пошло не так. В чем моя оплошность? Не покидало чувство вины, осознание, что где-то закралась ошибка. Многие сами принесли меня в эти руины, истощив все мои силы. Их хватило лишь, чтобы привалиться к стене. Камни были так неколебимы и холодны, что, казалось, я ощущаю, какую тяжесть истории они несут на себе. По одной из трещин в стене полз крошечный жучок. И вдруг он проскользнул внутрь и исчез. Он прошел сквозь эти древние камни так, будто это был лишь туман. Тогда-то все и стало понятно. А мне ничего не понятно. Но пролез он сквозь камень. Какой-то супер-жучара был, супер-героический. Ну, подумаешь. Ладно, возвращаемся к моим инновационным идеям. И сегодня я уже подготовил для нас, знаешь, еще телепорты. Телепорт, который я построил в долине, я его снес, сделал новый. Мы сейчас его построим на острове Побережье Звездного Света. Вот, я вспомнил, как он называется. Там мы сейчас поставим телепорт, который был в долине. А сюда мы поставим новый телепорт. Вот, наверное, где-нибудь здесь, посерединке его шлепнем. Вот такой вот. Он называется телепорт в Тлеющую Долину. То есть мы сейчас туда телепортнемся, но необычным методом. Дело в том, что это односторонний телепорт, который взламывает древнюю систему порталов на Радужном Острове. И перемещает в Тлеющую Долину. То есть, ну, как бы понятно, что он туда переместит нас. Но куда именно? Вот это вопрос. Так что давай мы его тут поставим и посмотрим. Установить. Да. И куда же ты нас телепортнешь? Ну-ка. Сейчас узнаем тайну. Надеюсь, куда-нибудь... Я думал, он куда-то, знаешь, в необычное место телепортнёт. Он в обычное. Откуда я и выходил. Ну, зато от дома бегать не надо будет. Далековато. Хорошо. Раз телепорт туда у нас есть. Бежим тогда на остров-побережье звездного света и устанавливаем телепорт там. Вот мы и на этом острове. И теперь осталось найти отличное местечко, чтобы поставить телепорт. Конечно же, мы разместим его где-то посередине. Кстати, вот сейчас я вижу целиком карту и понимаю, почему он назван Радужный. Потому что сам остров разделён на два цвета. Видишь? На такой и на такой цвет. Такие дела. И ещё. Мне нужно найти сламика. Сламика. Который заменит фосфорного. В прошлой серии я говорил, что я хочу фосфорного убрать с одного. А именно хлопково-фосфорный я хочу поменять. То есть фосфорный убрать, хлопковый оставить. И скрестить его с кем-нибудь другим. Вот, например, с охотничьим. Охотничьи. Вы где? Выходите, вылазите. Охотники. А, вот. Вот, кушай и давай плорт. Мне нужен твой плорт. Отличненько. Ты посмотри, пришёл тут охотничьих взять. Сколько их тут развелось. Пока я тут лазил. Хорошо. Чё ещё кто нам нужен? Какой слайм? У меня в слаймопеде написано, что я какого-то одного слайма не нашёл. И вот это загадка. Кого же именно? Кстати, знаешь, чё я думаю? Кого мне в слаймопеде не хватает? Да-да-да. Я охотничьего ни разу же не ловил. Рассу, давай сюда выкинем. Ну да, действительно. Вот и всё. Вся слаймопеде у меня забита. Кстати, сейчас время 18.33. А это говорит нам о том, что сейчас цветы должны давать росу. Где-то нужно найти цветки. Белые такие цветки. Потому что в прошлой серии мы читали, что роса берётся именно с них. О, мёд. Ещё и мёд нужен. А роса понадобится, чтобы накормить вот этого хлопкого горда. Но прежде нужно мёд весь собрать. Дикий мёд. С чаем очень вкусно. Или если есть лопатой. Лопатой. Лопать ложками пока никто не видит. Ну, в принципе, лопатой тоже можно похлопать. Похлопать и полопать. Вон, 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 смотри. Вон, там целых два. Три. Три цветка. Отлично. Но росы, походу, тут нету. Её либо кто-то съел, потому что вон там вот порхающих дофига. Слаймиков. Либо она ещё не появилась. Опс. Так, где у меня вода? Вода, ёпт. Параса-то, включайся. У вас. Слава богу. Ну, блин, цветочек, дай мне росы, пожалуйста. О, чудо! Роса! Ну, она, зараза, далековато. И как она там ощутилась вообще? Там же цветков нету. Может, это не из тех цветков всё-таки роса валится? Да не из тех. Хотя вот цветок есть. Блин, как ты тут... Как ты не упал вообще вниз? Капелька росы. В общем, с росой тут, я так понял, туговато. Несмотря на то, что время как раз подходящее, но что-то как-то нету нифига. Я решил собрать здесь все фрукты, овощи и откормить кольцехваста. Гордо. Гордо кольцехваста откормить, бомбануть его и посмотреть, что же он в себе таит. А это телепорт он в свою пятую точку прижал. Давай, дружок, открывай ротичи. Вот так вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Кстати, у кольцехваста нет любимой еды. Вот этот поворот. Блин, прикинь, он все-таки днем превращается в камень. А-а-а. Вот это, конечно, не круто. Я хотел его покормить. Ну ладно. Подождем ночи. Пришло время открыть вот эти двери. Я притащил как раз каменных плортиков. О, один нужен был? Ну ладно. Благодарствую. Ты кто такой? Розовый фосфорный. Хлопковый. О, алмаз, 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 алмаз. Так, плортик вот этот выкинем. Алмаз возьмем. Очень ценный ресурс и очень редкий. Тайник вижу. И там еще один проход. Но он закрыт. И чтобы его открыть, нужно вот с этой стороны подойти. С другой. Хм. Если там каменный тоже плор нужен, а я его выкинул, это будет печально. Накопительный элемент. Применяется в изготовлении для улучшения расширителя отсеков в Акпака. Ну, это говорит о том, что мы сможем расширить наши отсеки. И теперь вместо 30 у меня будет 60, если я, конечно, этого улучшения впихаю. Или может быть 40. Не, 60 это я, наверное, погорячился, конечно. Но надо будет посмотреть. Подожди, это не Анолли? Это не Анолли? Я здесь нифига не вижу. Да, походу, это вот-вот. Я же с этой стороны, получается. А, нет, я с другой стороны вообще. Куча дверей понапихали. Тут фиг поймешь, чего, куда, как. Куречки вы мне не учнете. О, дружок, мне твой плортик нужен. Только я вот не знаю, что выкинуть. Хочешь курицу? Курицу хочешь? На, курицу, слушай. А я, наверное, росу выкину. Вот, мне твой плор нужен. Пошли. Сейчас откроем дверцу. Нужно в водопадик запрыгнуть. Там тоже тайничок был. Где водопад? Водопад, водопад, водопад. Вон, вон в ту пещеру. Погнали. Опачки. Ага. Впихиваем. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Еще одна дверка открыта. Вау. Ого, тут как огромная пещера. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Это сквозная пещера. Туда можно было без проблем проникнуть. Окей. Снизу у нас ничего интересного нету? Интересно. Курица. Морская курица. Здесь прохода нету. Здесь есть свекла. Угу. Ну, давай вон туда вот сейчас слетаем еще. Здесь заперто. Опять заперто. Да что, что будешь делать? Везде все заперто. Вернулся обязательно за росой. Такой ценный материал. Даже один нельзя терять. О, смотри, какая пещерка интересная. Давай в нее заглянем. Поглядя-каем, что здесь тайного. А, она сквозная. И здесь зелобный ларга меня ждет, поджидает. Ларга, извини. Я, наверное, вот сюда залечу. Не могу. А, воду, воду, воду. Нет, 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 только не воду. Фух, фух, у меня столько материалов. Я чуть не обосрался. Я думал, все, сейчас просру. О, у меня для этой статуи как раз есть плорт. Нужен же сюда охотничий, да? Ну-ка. Бродил, бродил и набродил. А тут телепорт. Так, подожди. Это же тот самый телепорт. Ха. В прошлой серии тебе я говорил, смотри, возле телепорта. Дверь есть. Я ее открыл. Я ее открыл. Но эту дверь я открыл, и она оказалась сквозным проходом. А в долине это проход в пещеру. И вот теперь вопрос. Как же открыть вот эти двери в долине? Если они не просто так сделаны. А у нас тем временем время уже 18.00. Это говорит, что кольца и хваст у нас уже очухался. Он вышел из формы камня. Надо идти его кормить. Вон, вон, смотри, вон роса. Я вижу росу в этом цветке. Можно ее как-то? Но она еще как бы типа не созрела. Да, ее не получить. Эх. Ждем, значит. Нужно еще немного подождать по времени. Когда водится в этой рассе, наполнится, и она упадет. Сколько у тебя тут на... Золотой. Золотой. На, покушай. Дружище, на, покушай. И улетел. У меня теперь есть золотый плорт. Ладно. Откармливаем нашего кольца хваста. Этот плортик забираем. Что у нас тут есть? Вот это вот. Ай, телепортнулся. Там, короче, горшок был. Хотел его разбить, но не вышло. И куда же мы телепортнулись? Где мы находимся? Походу мы... Да. Это самый первый телепорт, который я нашел неработающий. Вот именно сюда мы телепортнулись. Угу. Все понятно. Так, наверное... Наверное, пойдем домой сейчас сходим. Раз уж мы уже тут. Погляжу, сколько золотой плорт стоит. Ну, что-то как-то не очень он стоит. Поберегу его у себя в кармашечке. Теперь решим вопрос с загоном. Значит, вот этих вот чувачков. Чувачки, иди сюда. Я выпускаю на волю. Идите, гуляйте. Вы мне больше не нужны. Золото. Золото мое. Загон очищен. Я сейчас сюда приторабаню хлопковых слаймиков. И сгорячу их с охотничьими. Эй, банда, вы что тут? Район держите, да? Выбрались такие загоны и начали свои порядки устраивать тут. А вот и хлопковые ребятята, которые мне нужны. Набираем их 10 штук. Может быть, поменьше. Закидываем теперь всю эту прелесть сюда. И вот вам плорт для скрещивания. Ох, какие вы злые-то. А что такие злые? А потому что это охотничьи. Им бы пожрать чего дать. Овощи нужны, да? Сейчас, минуточку. Минуточку. Сейчас папка вас покормит. Кушайте. Злые дни. Ну вот и получается, что все загоны у меня забиты всеми слаймами, которые доступны на раннем доступе. За исключением розовых. Ну, розовые это самые простые, которые доступны везде. Они, по-моему, на всех островах существуют. И с ними проблем не должно быть. Интересно, если я здесь золотой плортик оставлю, он исчезнет? Как думаешь? Я думаю, что он никуда не денется. Вот тут вот его. А, он продался. Случайно вышло. Ну, фиг с ним. Ладно. А я зато знаю короткий путь, как нам быстренько телепортнуться сюда. Смотри, чтобы не бежать вот это расстояние. Вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Я сейчас, короче, телепортируюсь вот через вот этот телепорт. Это, конечно, долго происходит. Вот, теперь обратно телепортируюсь. Видал? Технологии. Это все лень, на самом деле. Лень, двигатель, прогресс, как я говорил. И теперь от этого телепорта я бегу сюда. Тут расстояние намного меньше. И сэкономил энергию. Так что вот, типа лайфхак. Я же еще по центру хотел здесь телепорт воткнуть. Поскольку у нас теперь две точки здесь вот телепортации, по центру здесь будет самое оно. Центр оказался возле радужного дерева. Ну что ж. Если так, то давай найдем местечко для телепорта. Вот. Установить. Отлично. А еще мне нужны розовые плорты. Как бы это ни странно звучало. Ребятишки, кто-нибудь дайте мне розовый плорт. А, вот есть. Я тут дверцу нашел под этим радужным деревом. Сейчас попытаемся ее открыть. Там нужен был розовый плорт. Так, где-то здесь. Где-то здесь. Дед Гарстар. Вот она. Вот она. Опа, открывайся. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что там у нас? Что там? О, глубокая пещера. А, мы ж тут были уже вроде, да? Если я не ошибаюсь. По-моему, мы тут были. Или не были мы тут. Мы ж сюда в дырку сваливались, да? Тут где-то в лод, а через эту дырку мы сваливались. Ага. Все понятно. Что это за место? О, смотри, какой красивый охотничий каменный слайм. Очень круто выглядит. Давай мы эту росинку уже единственную скормим. Что-то пока не получается у меня с росой. Только тебе сказал, что не получается с росой. И сразу две. Копочки. Может быть, еще больше найду? Ну вот, пожалуйста. Вот тебе еще и побольше. И три. А это что такое катится? Мятная манга. Очень сладкая, со свежающим мятным. Послевкусием. О, именно эта манга обожает медовый слайм. Ну что, медовый кордо? Я тут притащил твои любимые фруктики. Мятная манга, держи. Ну и заодно остальные фруктики. Ты же все любишь фруктовые, правильно? Сладенько. О, вкусняшечка. Ну что, взрывайся уже, может быть? Уже пора. Трещишь, да? Значит, скоро взорвешься. Ну что, дружок? Давай, шандарахай. О, 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 отлично. Дайте горшочек мне взять. Не-не-не, у меня только горшок. Медовых слаймов мне не нужно, понятно. Ничего в горшке интересного не оказалось. А этих выпускаем, товарищи. Пойдем позыркаем, что у нас тут. Какая интересная пещера. Там фосфорная статуя стояла. И здесь фосфорная. Ага. На этой двери на выход, скорее всего. Высокие розовые коралловые колонны. Да у меня с таких уже сто пятьсот. Хватит мне кораллов давать. Дайте мне какие-нибудь устройства. Какие-нибудь интересные. Ну да, это выход. О, минуточку, минуточку. Прыгал такой, смотрю, там вон что-то есть. Там вон что-то есть. Да, давай зайдем. Ага, еще тайник. Ой, какие злые. Так, ребят, давайте я вот сюда. Вот сюда. Обшивка для отсеков нашел. Круто. Шелковый песок заберем заодно. Вот. О, вот этот тоже можно взять. Да японские вы. Чего вы так вылазите неожиданно? Вот это я заберу. И, наверное, мы отсюда вылетаем. Только куда, да? Собственно, вот сюда, наверное. Ой, ой, ой. Тихо, 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 тихо. Не свались, не свались, не свались. Сейчас подзарядимся и выберемся отсюда. Интересное месечко. Тут тайников-то больше нет. Вроде нет. Ну что, я думаю, что пора закругляться. Тут осталось совсем чуть-чуть контента. И я оставлю его на последнюю серию, которая выйдет уже скоро. Поэтому, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. Подписаться, если ты еще не подписан. И, конечно же, на Яндекс.Дзен еще не забудь подписаться. Все ссылочки будут в описании. Туда дублируются ролики с Ютуба на всякий пожарный. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в новом ролике. До встречи.